Вот мы находимся во дворе монастыря, и здесь источник есть, который был открыт где-то в начале 17 века, и до сих пор функционирует. И сделан специальный насос, и говорят, что при использовании воды, во-первых, считается, что многие заболеватели, и мы в знак благодарности написали вот на этой книге, вот этой великолепной, большой, которую даже мы не можем поднять, благодарим вкуснотищу, которую они приготовили, и великолепный исторический интерьер заведения, спасибо команда РН-1СА, это те парни, которые сейчас стоят на посту и выполняют свой долг в соревнованиях по радиолюбительских. Мы их пьем за их здоровье. Спасибо за великолепный обед, теплый, уютный камин, все в сердечках здесь, чмоки-чмоки, вообще, да, так что когда будете еще в этом ресторане, откройте по страницу 327, и увидите сосновоборские поздравления и питерские этому дружному коллективу. Александр Сергеевич Пушкин, он же ганнибал, он очень любил щучьи котлетки, он даже где-то воспел. Ребята, когда будете в Пушкинских горах, вы заходите покушать наверняка. И есть две вещи здесь, два хороших места, это Пушкин парк, мы там не были, и ресторан Алтун. Такая просто деревня-деревня, и там ничего не примечательно, но вот такой ресторан, вы можете посмотреть, находится на месте старого древнего амбара 19-го метра. Стены там порядка полутора метров, вы можете посмотреть. И вот этот столик около камина, около камина, очень впечатляет, здесь очень комфортно и хорошо проводить время с друзьями. И Андрей сейчас хочет сказать тост. И всего лишь полтретьего часа, и у нас впереди много приятных моментов. За нас, друзья! Мы находимся у семейного ЧК Пушкина, в село Михайловское. Здесь он провел юность, детство, утречество. Утром голенький бегал туда купаться. Получал вдохновение. Потом читал старую прессу, огонек там, жал здоровье. Одевался, перемещался. Там есть отдельные каютки, пулочки вина, крестьянки. Ну, все, что нужно, чтобы вытворить. Вот эти вот. И вытворять, да? И вытворить. И какие произведения он здесь написал во время своей ссылки в 1925 году? У вас именно какой период? Осенний? Осенний период, да. Поздний ренессанс. Так, да? Как она? Давай. Вот, короче, во время ссылки он здесь находился два года. Блатовска зеленая просто. Он после Питера, где он бухал, тусил всяких бабах, попадает в эту деревню. И я с Раисой Родионовым, они здесь зимой тусят, блин. Ну, он написал в 1925 времени много. Он написал третью, четвертую главу Евгения Онегина. Здесь это. Потом поэму «Цыгане». «Цыгане», помните, да? Я не помню, но есть такая. Потом порядка 150 стихотворений. Там я помню чудное мгновение передо мной. Ей ласты, как манолетное явление, как гений чистой красоты. Помните, да? Порядка 100-120. Потому что здесь действительно его постигало вдохновение. Вот в этом селении. Ну, что делать было? Нечем, больше заняться. Ну, к нему приехали два раза. Друг Тютчев. А Пущин, Пущин приехал. Кто? Он, Пущин приехал. Короче, здесь такая ситуация была. Стоял Пушкин вот здесь. Короче, стоял. И Пущин, и Тютчев, ой, Пущин на конях ехал. И он стихотворен рассказывает. Можете посмотреть. В Левле-то стих. Кони не остановились. Короче, проехали мимо и в забор аж врезались. И он увидел. Стоит этот маленький кудрявый Пушкин. И они обнялись. Зашли в комнату. Они были лицейские друзья, кстати. И это была гениальная встреча. И вот на ней очень хорошо описано. Потом к нему еще приезжал канцлер. Как Горчаков сюда приезжал. Ну, они с ним как-то посрались. Что-то не пошло. Потому что он потом повесил его друзей, когда было декабрьское восстание. Понимаете? Он как и Бехер. Потом Пестеля. Он просто-то сдернул всех. А Пущин грустил. Когда писал стихи. Я помню чудные мгновения. А на полях рисуют. Вот этих людей повешенных. Там из себя посерединке. Он говорит, и на их месте мог быть я. Он очень сильно переживал то, что он не был, ну, своими друзьями там в это декабрьское восстание. Хотя душой он был, конечно, на стороне вот этих восставших людей. Но, тем не менее, судьба распорядилась по-другому. И весь мир, вся Россия наслаждается прекрасным поэтом. Еще запомнилось, что у его в кабинете, в котором мы сейчас были, висят всего две картины. Три образа. Первый – это Иисус Христос. Как бы о нем почему-то мне не сказали. Потом Можайский. Его, короче, Пальму Перенства в 20 лет. Не Можайский. Кто там самый главный поэт? Забыл. Неважно. Ему официально передали, что ты самый крутой. В 20 лет Пушкин уже знал, что он самый сильный поэт уже на Руси. И последний хотел сказать. Еще Байрон висел. Байрон, по которому Пушкин перся и получал удовольствие и вдохновение. Все. Пришла следующая группа. Лорда Байрона портрет и столбик с коплой чулонной под шляпой с пасмурным челом с руками с сжатыми крестом. Статуэтка Наполеона на камине. Посмотрите, это портрет англейского поэта Байрона. Здесь вы видите портрет Жуковского с очень известным... Здравствуйте, друзья. Вот мы встретились с нашими друзьями-радиолюбителями. Ну, это полурадиолюбители. Да, да. И мы находимся сейчас в Бугрово. Это гостевой дом. Очень классный вообще сам по себе. Уже ночь переспали. И сейчас пойдем к Пушкину туда смотреть. Хотел вообще по другому поводу сказать, что библиотека из СССР. Вот смотрите, вот какие фиги вот такие. Они стояли в каждой семье. Вот я помню, что, допустим, вот книгу «Спартак», вот это надо было знать 10 килограмм макулатуры, просто припереть. И тебе дают талончики. После этого талончика ты получаешь вот такую книгу. И в каждой семье примерно нашего СССР большого, почти по 300 миллионов, примерно одинаковые были библиотеки. Ну, они, конечно, воспитаны были в таком духе, что слово «честь», «совесть», это были не пустые понятия, они действительно учили тому, что люди потом применяли в своей жизни. Это был не самый худший эксперимент с СССР, поэтому я очень благодарен, что родился в этой стране. И вот такие библиотеки, которые уже по всей стране, они еще остались. А здесь они находятся в открытом доступе, прямо на улице. Можно сесть, где Томик Пушкина, допустим, вспомнил. Вот так вот. Такие нострагические воспоминания, поэтому очень приятно об этом говорить. Спасибо. Да? Да.